Итак, сегодня у нас тема маркетинг-план, тема очень важная, то есть это вообще основа основ, то вокруг чего весь наш бизнес в принципе крутит. Меня зовут Осипова Татьяна, кто еще не знает, ну и давайте не будем сильно затягивать, да, начнем. Итак, опачки, перелеснула. Так, что мы можем получить от нашего бизнеса? Конечно же, это стабильно растущий доход, пассивный доход, это то, на что я в принципе пришла, да, потому что все мы хотим, как говорится, не работать, но денежки получать, да. Финансовая независимость, время, свобода, путешествия, автомобили, то есть все это, ребята, здесь в этом бизнесе есть. И что же нужно сделать, да, как это сделать, чтобы это все получить? Три основных правила. Пользоваться продукцией, то есть организовать личный товарооборот, обучаться, что мы сейчас и делаем, да, и приглашать, то есть рассказывать обо всех возможностях данного бизнеса. Задача, задача бизнеса, да, нашего, организовать товарооборот. То есть я вот эту картинку поставила, то есть схема прямых продаж всем известная, да, когда продукт от производителя доходит до потребителя напрямую, да, минуя всех посредников. И вот наша задача выстроить партнерско-потребительскую сеть, да, где каждый сам для себя покупает понемногу и таким образом организуется товарооборот. А каким же образом можно построить эти сети, да, партнерско-потребительские или, как мы говорим, да, организацию построить? Есть два таких различных метода построения команды. Первый – это горизонтальное построение структуры, в народе называемая ромашкой, да, и второй – это вертикальное построение структуры или морковка, когда всех регистрируют друг под друга. Первый вариант, да, горизонтально – это когда каждого нового партнера регистрируем непосредственно под себя в первую линию. Какие здесь есть плюсы и минусы? Плюсы – это то, что сразу идет большой доход. То есть вы уже непосредственно с каждого человека, там, да, пусть он даже на 100 баллов сделал, вы с него намного больше получите с этого товарооборота, нежели он будет у вас построена вертикальная структура. Ну и проще обучать новичков, потому что вы работаете с ними непосредственно. Какие же минусы? Отсутствие дополнительной мотивации. То есть здесь вы прямиком, сразу, напрямую работаете с этим партнером, и вся мотивация только от вас идет. Нет мотивации снизу. Далее – это медленный рост, потому что здесь, если вертикальное построение мы помогаем друг другу выстраивать, да, регистрируем друг под друга, то здесь все это идет, каждый человек, каждый новый партнер регистрирует самостоятельно, то есть самостоятельно строит свои организации по такому же принципу. Ну и это нестабильно, потому что если один человек ушел, все, у вас как бы, ну, получается, команда одна развалилась. Второй вариант – это вертикальное построение, когда всех, да, мы регистрируем друг под друга по цепочке. Что здесь, какие плюсы? Во-первых, это быстрый рост. Рост по, имеется в виду, по процентным уровням, по карьерной лестнице, да, то есть потому что, возможно, человек пришел, он еще пока тут разбирается, а под ним бах, и уже команда там пять человек выстроилась. Соответственно, это дает быстрый рост, именно в плане лестницы успеха, но не в плане развития и мозгов, да. Второе – это мотивация снизу, то есть бывает так, что новичок пришел, еще туда-сюда рассматривает, думает, вникает, а под ним уже выстраивается команда, кто-то приходит, сразу включается, и вот он уже вроде бы как и на шести, там, на трех процентах. И тут ему бах, и он не понимает, откуда, вроде бы ничего не сделал, а уже что-то происходит, да, и ему становится интересно, он хочет быстрее в этом разобраться. Вот это вот получается мотивация снизу. Стабильность и глубина, то есть здесь вот именно прорабатывается глубина, и там далеко и далеко идут вниз директора, да, ну и, конечно же, ежекаталожный созвон. То есть вы всей вот этой вот структурой совместно все созваниваетесь, все друг с другом общаетесь, неважно, да, вы не вы пригласили, вы все в одной команде. Минусы. Доход на старте меньше, потому что весь доход распределяется между участниками этой структуры, да, между всеми людьми. Ну и контроль развития команды больше. То есть здесь уже нужно где-то там проверять, да, а правильно ли доносят информацию до новичков, которые в глубине, да, а правильно ли идет выстроена система сопровождения, запуска, мотивации и так далее. То есть здесь вы уже контролируете. Какой метод построения выбрать определяете самостоятельно вместе с наставником, со спонсором, да, возможно, это будет какой-то смешанный вариант, да, потому что в чистом виде структуры сейчас, наверное, никто не строит, да, здесь идет там, например, три по три, да, и либо еще как-то там. То есть смешанные такие системы построения. Давайте мы с вами поговорим сейчас именно о товарообороте, да. О товарооборот у нас считается в компании в бонусных баллах и в рублях. Бонусный балл – это внутренняя валюта компании, и весь маркетинг-план привязан именно к баллам-бонусам. Потому что, ну, в каждой стране есть своя национальная валюта, и, естественно, это так проще, да, потому что компании в этом случае не надо перестраивать маркетинг-план под каждую страну. Есть общий, да, только курс разный. У нас в России один балл бонуса – это примерно 35-40 рублей. То есть если вы зайдете на сайт, либо откроете каталог, то вы увидите цену товара, которая указана в рублях, и снизу под ними указано количество баллов бонуса. Да, соответственно, весь дальше маркетинг-план привязан именно к ББ, да, баллам-бонусам. Есть такое понятие, да, личный товарооборот и групповой товарооборот. Выплаты, да, рост по карьерной лестнице как раз-таки крутятся вокруг вот этих определений. Личный товарооборот, как уже понятно, да, это то, что вы сами организовали, то, что прошло через ваш личный кабинет, заказ, да. Групповой товарооборот – это товарооборот всей вашей организации, то есть всех людей, которые находятся у вас в команде. Вот привела пример, да, например, Саша, Вера, Коля и Марина. Вертикальное построение. У Саши личный товарооборот – 300 бонусных баллов, у Веры – 0, у Коли – 100 бонусных баллов, у Марины – 70 бонусных баллов. Суммарно, групповой товарооборот, Саша, сколько составит? Давайте посмотрим, как вы поняли. Ребята, меня слышно? Групповой товарооборот, Саша, сколько составит? Пока вы пишете, да, я расскажу вот эту вот табличку. Так, вижу, пишут. Угу, 470. Угу, правильно. То есть смотрите, ребят, маркетинг-план, лестница до директора, она вот именно выглядит таким образом. 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 22%. Каждый процентный уровень зависит от количества групповых бонусных баллов, то есть от группового товарооборота. Например, когда товарооборот 150 бонусных баллов, например, даже можно на личном потреблении оторганизовать, это уже первая ступенька карьерной лестницы, консультант 3%. 450 групповых бонусных баллов, это 6%, да, 450 и более. 900, 1800, 3000, 5000, 7500 бонусных баллов, это звание старшего менеджера, открыто звание директор. Итак, да, мы определили, что групповой товарооборот, Саша, составляет 470 бонусных баллов. Какой процентный уровень у Саши? Кто скажет? На каком процентном уровне находится Саша? Угу, 6%. Угу, да, совершенно верно. То есть 470 бонусных баллов, это консультант 6%. Смотрите, ребят, очень важно, да, условия начисления дохода в компании, это личный товарооборот 150 бонусных баллов и выше. То есть Саша, групповой товарооборот 470 бонусных баллов, его личный товарооборот 300 бонусных баллов, то есть более 150, да. Соответственно, Саша получит 6% с группового товарооборота, то бишь 470 бонусных баллов согласно маркетинг-плану, еще с личного товарооборота. Вера не сделала, она доход не получает. Коля, у него групповой товарооборот составляет 170 бонусных баллов, что соответствует, да, ступеньке консультант 3%, но он доход не получит. Почему? Потому что его личный товарооборот 100 бонусных баллов, что меньше 150. То есть это условие компании, оно одинаково для всех, неважно на каком процентном уровне. С уровня директор уже личный товарооборот составляет 200 бонусных баллов. И все, больше он никак не меняется, будь то исполнительный директор, будь то бриллиантовый директор. Чтобы получить свои 200, 300, 500 миллион рублей, им нужно сделать свой личный товарооборот на 200 бонусных баллов. Это условие компании одинаковое для всех. Итак, погнали дальше. Давайте сейчас предметнее рассмотрим, какие доходы вам будут здесь платить. То есть это приведена схематическая схема, приблизительная. Конечно, это может варьироваться в большую, в меньшую сторону. Все зависит от того, как у вас выстроена организация, как у вас построена какая команда, сколько у вас структур. Можете заскринить. Я сейчас не буду отвлекаться на это. То есть здесь все на картинке есть. Можете сделать скрин и потом разобрать. Чем быстрее вы будете брать ответственность за свой бизнес, соответственно, тем быстрее будет расти ваш доход. Потому что если вы будете ждать, что когда-то кто-то там, наставник или спонсор за вас выстроит организацию, то, ну, в принципе, ни к чему хорошему это не приведет. И, ребят, смотрите, это всего лишь до уровня директор. С уровня директор идут уже другие доходы, дополнительные. Так, я, наверное, пролистала. Мы их тоже, кстати, рассмотрим. Давайте вот посмотрим, каким образом можно выстраивать организацию. Например, пришла Оля. Оля пригласила Петю и Сережу. То есть Петя и Сережа по методу вертикального построения структуры. То есть она зарегистрировала их в первую линию непосредственно друг по другам. Юлю она зарегистрировала под Петю. То есть начала выстраивать вертикальную структуру. Дальше, например, Юля приходит, регистрирует Машу, регистрирует Витю и так далее, и так далее. То есть вот это пример вертикального построения. Здесь, опять-таки повторюсь, вы обговариваете со своим наставником, спонсором самостоятельно, как именно вы будете строить структуру. Я всегда рекомендую новым партнерам первые свои пять регистраций сделать вертикально. То есть пока разбираетесь, пока смотрите, а потом уже все обговаривать индивидуально. Наша задача находить именно и работать с активными партнерами. То есть потому что у нас, как мы говорим, приходят не только бизнес-партнеры, но и приходят лояльные потребители. И работаем, конечно, мы в основном выращиваем директоров из активных партнеров. Тоже такие активные партнеры. Это те, кто выполняют три правила. Первое, личный товарооборот от 150 баллов. Второе, они обучаются, заходят на вебинары, посещают чаты, участвуют в жизни чатов, смотрят материал, читают книги, которые вы даете и так далее. Ну и третье, конечно же, они приглашают. То есть, конечно же, они начинают либо по теплому, либо по холодному вести переписки, звонить и так далее. То есть они уже приступили к рекрутингу. Это активные партнеры. С ними и работаем. Такой очень важный момент в плане регистрации. Очень важно. В уставе компании прописано, близкие родственники регистрируются только в первую линию, непосредственно под вас. Кто относится к близким родственникам? Это дети, родители, супруги, родные, сводные братья и сестры. То есть даже если один общий папа, все равно близкие родственники регистрироваться непосредственно. Двоюродные сестры, тети, мама мужа, мама жены, бабушки. Это не близкие родственники, они регистрируются как, в принципе, обычные кандидаты. Можно их в глубину регистрировать. То есть это очень важно. Далее, да, давайте уже конкретно на примере рассмотрим. Итак, да, вот у нас есть такой пример. Есть Саша. У него личный товарооборот 150 баллов. И у него есть две команды, две структуры. В первой находится Вася, Маша, Настя. Во второй – Коля, Катя, Оля. Суммарно групповой товарооборот Саши составляет 1020 бонусных баллов. Согласно маркетинг-плану, это соответствует ступеньке менеджер 9%. Итак, давайте посмотрим, какой будет доход у Саши. Возьмем образно, да, приблизительно один балл бонуса 35 рублей. Итак, из чего состоит доход Саши? Значит, доход мы получаем со всех структур, плюс со своего личного товарооборота. Пошли, да. Первый – структура ВАСИ, товарооборот организации по ВАСИ. Считаем, какой у ВАСИ групповой товарооборот. 170, 150 и 300 – это 620 бонусных баллов. Умножаем на 35, получаем товарооборот организации ВАСИ 21700 рублей. Считаем доход с этой структуры. У Саши процентный уровень 9, у ВАСИ групповой товарооборот 620 бонусных баллов – это 6%. При расчете дохода учитывается всегда межпроцентная разница. Межпроцентная разница. То есть у Саши 9, у ВАСИ 6, соответственно, межпроцентная разница 9 минус 6 – 3. 3 процента. То есть из этих 9 процентов 6 идет на выплату ВАСИ, потому что он работу свою проделал. Он пригласил Машу, Настю, он с ними работал. И 3 процента идет вам, так как вы в свое время пригласили ВАСИ. То есть все пропорционально делится. Получается, что доход с товарооборота организации ВАСИ составит 651 рубль. Вот здесь приведен пример. Далее мы считаем доход с товарооборота Коли. У Коли групповой товарооборот 250 бонусных баллов. Это соответствует уровню 3%. Соответственно, высчитываем доход с товарооборота с организации Коли – 525 рублей. Считаем доход с личного товарооборота. То есть да, у нас в компании мы еще получаем деньги со своих собственных покупок. Понимаете? Не только с организацией, но еще от своих личных покупок. То есть это не может не радовать. Получается у Саши личный товарооборот 150 баллов. И его процентный уровень 9%. То есть 9% он получает со своих покупок. Итого получается 472 рубля с личного товарооборота. И еще у нас по премьер-клубу идет скидка за заказ от 150 баллов. Начисляется 10% еще дополнительно от личного заказа по ценам каталога. Но я тут приблизительно так посчитала по бонусным баллам. 525 рублей. Итого доход Саши на уровне 9%, имея вот такую организацию, составит 2173 рубля. В принципе, по предыдущей табличке смотрели, где-то оно так и получается. С этим понятно, как происходит начисление, как считается. Что такое межпроцентная разница и так далее. То есть Саша 9% получает не с товарооборота Васи и Коля, а он получает разницу межпроцентную. Потому что Вася и Коля тоже работали. И они, соответственно, тоже получают свой процент. Так, я думаю, понятно, да? Далее. Когда у вас товарооборот, групповой товарооборот по вашей организации составляет 7500 бонусных баллов, то у вас открыто звание директор. Вы находитесь на уровне 22% старший менеджер, открытое звание директор. То есть это может быть у вас одна организация, одна веточка. Может быть две, может быть, вот как на примере три, что здесь групповой товарооборот составляет 8300 бонусных баллов. Групповой товарооборот, соответственно, это уровень 22% старший менеджер. Смотрите, ребята, 8 каталогов вы продерживаете в течение года, да? 8 из 17 каталогов, не обязательно подряд. Вы подтверждаете этот уровень с отрывом от ниже стоящего консультанта, да? Имея отрыв. И вы закрываете звание директор. То есть вы закрываете звание директор, вы выходите на доход от 20 до 25, ой, даже здесь не от 20 до 25, а от 25 до 30 тысяч, да? Каждый каталог. Получаете единовременную премию 1000 долларов. Получаете премию, если вы... Так, да, уже здесь этот старый слайд. Премия 50 тысяч уже не выплачивается. Ну, если вы до 4 каталога успеваете закрыть новое звание, да, вы еще дополнительно получаете премию 50 тысяч рублей. Вы участвуете в автопрограмме, и вы получаете пригласительный на банкет директоров в Москву, да? То есть 8 каталогов из 17. Всплыло такое понятие, как отрыв, да, от ниже стоящего консультанта, или вообще что такое отрыв? Давайте разберем. Вот есть пример, да, например, Петя, Оля, Маша, Саша, Коля. Они друг по другу зарегистрированы. У Пети процентный уровень 22. У Оли тоже 22. У Пети нет отрыва от ниже стоящего. Почему? Потому что 22 минус 22 – 0. То есть под ним, под Петей такой же уровень, на котором находится он. Отрыва нет, да? Дальше, например, Оля и Маша. Оля 22, Маша 18. Процентный уровень Маши ниже, чем у Оли. Соответственно, у Оли есть отрыв. Опять рассматриваем Машу, Сашу. У Маши нет отрыва, у Саши есть отрыв, потому что под ним Коля на 15%. То есть вот это называется отрыв от ниже стоящего консультанта. То есть должна быть разница в процентных уровнях. А что же делать, когда все рано или поздно все равно выходят на уровень 22%? Как же здесь? Что получается? Отрыва нет, значит доходов нет. Ребят, здесь идет другое понятие. То есть отрыв – это как либо под вами нет такого же процентного уровня, на котором вы находитесь, либо у вас в параллельных других структурах, во второй, в третьей структуре суммарно находится 3000 бонусных баллов. Либо это может быть у вас вторая ветка на 15%, 3000 бонусных баллов. У вас уже есть отрыв для подтверждения, например, директора. Это очень важно. Либо у вас может быть в одной ветке там 2000 бонусных баллов, а в третьей у вас там 1500 бонусных баллов. У вас уже есть отрыв, потому что суммарно 3500. И это будет идти в зачет для подтверждения звания директора. Почему? Потому что, как еще раз говорим, за счет команды все рано или поздно выходят на уровень 22%. И здесь компания должна понимать, она должна смотреть, кто работает, а кто нет. Человек, который не работает, понятное дело, у него не будет ни вторых, ни третьих структур, у него там, ну, в общем, он будет вот так вот сидеть в одной веточке. А те, кто работают, конечно, они развиваются дальше. И это дополнительный сигнал для компании, что этот человек работает, значит, он своим трудом, он заслуживает эти выплаты, этот доход. Я думаю, с этим понятно. Если непонятно, ребят, вы задавайте вопрос, я пойду дальше, потом, если что, вернемся. Дальше, да, ребят, смотрите, когда у вас уже, когда вы стали директором, и у вас одна веточка тоже, под вами тоже, есть одна 22-процентная структура, 7500 бонусных баллов, и у вас суммарно во второй, в третьей ветке, там, например, в персональной группе еще 7500 бонусных баллов, то вы становитесь старшим директором и получаете единовременную премию дополнительно еще полторы тысячи бонусных баллов. То есть персональная группа, да, это те, кто вот у вас неотделившиеся. То есть когда у вас, например, одна группа выходит на 22%, видео не записывается. Сегодня я сказала, записи сегодня нет, но подобные вебинары, они есть в группе сообщества предпринимателей, там тоже смотрите, просто набирайте маркетинг-план. Олег, там у нас в группе сообщества предпринимателей набери поиски видеозаписей маркетинг-план и там посмотрите. У меня, по-моему, запись этого вебинара там выкладывалась, ранее проводила. То есть смотрите, получается, что когда у вас одна команда выходит на 22%, она у вас уже как бы отделяется. То есть там уже все, те люди в той организации, вы их не видите, они у вас уже идут отдельно. То есть это уже самостоятельная отдельная организация. А вот все остальные, да, во второй, в третьей, в четвертой ветке, это вся ваша персональная группа. И вот когда суммарно во всех остальных веточках еще накапливается 7500 баллов, это старший директор. Дополнительная премия 1500 долларов. Когда у вас две, когда у вас две отделившиеся веточки, у вас две организации, две структуры на 22%, то у вас звание золотой директор. И здесь с этого уровня уже никаких требований к персональной группе, чтобы там было там 37500 баллов, нет. Все, золотой директор – это доход от 50 бонусных баллов, это единовременная премия 2000 долларов, это ежегодная, ну, тоже, да, если до четвертого каталога закрываете, то премии 50 тысяч рублей. Это золотая конференция, которая проходит у нас в августе, в сентябре, да, ближе к осени. И это золотой директор – это уже ваш пассивный доход. То есть здесь вы уже начинаете получать пассивный доход вне зависимости от того, работаете или нет. Потому что, как и говорю, нет требований уже к персональной группе, чтобы она была или ее не было, да. Вот здесь приведены доходы уже с уровня директор, да, сколько вам будут зависеть, ой, сколько вам будут платить. То есть здесь уже доходы идут от количества директоров в вашей команде, да. То есть, например, золотой директор – это когда у вас в команде два директора, да, премия 2000 долларов. Там старший золотой директор – это три директора, соответственно, премия 3000 долларов. Сапфировый директор – это звание у вас в команде четыре директора и премия 4000 долларов и так далее, и так далее, и так далее. То есть тоже, да, можете это заскринить. И дополнительно, когда вы уже, например, уровень бриллиантового директора, да, когда у вас в команде шесть директоров, вы еще получаете дополнительно поездка за границу, да, еще дополнительно бриллиантовая конференция, который проходит в январе каждого года. Посмотрите и задайте себе вопрос, где вам еще будут такие деньги платить. Причем сама идея этого бизнеса поражает. Вам здесь платят именно за количество получающих деньги людей, за количество зарабатывающих в вашей организации людей. Ну вот, пожалуйста, 6 друзей, 6 подруг, 6 родственников, мама, сестра, брат зарегистрировали, они становятся директорами, развиваются и вы, и им хорошо, и вам хорошо. То есть, когда вы научились сами, прошли этот путь до директора, вы сможете научить этому других людей? Конечно, сможете. И дальше, пожалуйста, ребята, пошло. Каждый дополнительный директор – это дополнительно от 30 до 50 тысяч за каждого директора. Представляете? Это вообще колоссально, это здорово просто. Тоже рекомендую вам заскринить, чтобы у вас это было перед глазами. Так, дальше, да, более того, помимо вот этих вот доходов, да, премий, есть еще и дополнительные бонусы за глубину. Потому что помним, да, компания, как говорит, смысл работы здесь не то, что сам заработал, да, и все, а вот именно сколько людей у вас зарабатывающих, причем не только тех, которые непосредственно под вами зарегистрированы, а компании интересно, чтобы вы работали с людьми, которые в глубине у вас. Потому что за каждого директора в глубине вы будете получать дополнительно бонусы. Да, то есть вот, посмотрите, первый – это директорский бонус. Когда вы директор, у вас в организации директор, вы пожизненно получаете 5% с товара оборота организации этого директора. Когда у вас вы директор, под вами директор и еще директор, да, там, получается, уже во втором поколении, да, то вы с организацией такого директора получаете 2%. 5% получает ваш первый директор. То есть получается вашему первому директору выгодно, чтобы под ним были директора? Конечно, он будет также получать. Ну и вам тоже выгодно, чтобы там были директора, потому что вы дополнительно будете получать 2%. И так до 6 поколений и ниже. Но здесь тоже есть свои нюансы. То есть чтобы получать, например, бриллиантовый бонус, у вас должно быть 6 команд. То есть вы должны быть бриллиантовым директором. Тогда вы, то есть здесь уже и в глубину, и в ширину. То есть это тоже, это, кажется, вот такие вот маленькие процентные, там, получается, 0,625 десятитысячных, здесь неправильно, да. Получается, что, кажется, вот такие вот маленькие проценты. Ну, ребят, когда у вас там огромная организация, у вас там этих директоров будет тысячи. Представляете, из каждых таких вот, такие вот по маленькому проценту, это большие суммы, вот. Это, значит, тоже рекомендую вам заскринить. А вообще, сколько можно здесь зарабатывать, есть план успеха, Арифлейн, да. Тоже рекомендую, чтобы он у вас был где-то распечатан. Смотрите, да. Посчитайте, сколько вам, вот недавно мы запускали в чате, да, такой флешмоб у нас Лили запускала. Написать 30, да, написать 30 желаний с 30 целей на ближайшие два года, которые вы хотите реализовать, да, с их стоимостью, да, напротив каждого пунктика прописать, сколько это стоит, разделить на 24, и вы получите ежемесячную сумму, которую вам необходимо сейчас зарабатывать, чтобы через два года все это воплотить. Ребят, всем рекомендую, очень отрезвляет. У меня уже на 12-м пункте выпало, что мой доход должен быть больше 500 тысяч рублей в месяц. То есть, ну, замахнулось, конечно. Главное, себя не ограничивать, а вот именно прям вау-вау-вау, вот так вот, да, прям мечтать по-крупному, ставить цели, это просто игра, интересно, да. То есть, я уже понимаю, что, ага, мне ежемесячный доход, даже половину того, что я написала, что мне необходимо, уже больше 500 тысяч. То есть, я понимаю, что мне надо двигаться в президентскую команду. То есть, вот эти деньги там. И также у вас должно быть понимание, сколько вы хотите, сколько вам нужно сейчас зарабатывать, чтобы, я не знаю, там, все ваши хотелки реализовать. И, соответственно, вы ищете необходимую ступень на вот этом плане успеха, вырабатываете план со своим наставником и идете туда. Только так, ребят, по-другому никак. А так, а, и сколько я там заработаю, столько заработаю, не прокатит. Вы должны определиться конкретно, поставить четкую цель, сколько вы хотите зарабатывать. Еще, да, вот такие вот моменты. Объемная скидка и бонусы. Они выплачиваются по закрытию каталога. По закрытию каталожного периода. Каталожный период у нас идет 3 недели. 17 раз в год регулярно. За 3 недели 21 день. То есть у нас обычно каждый первый четверг нового каталога происходит перечисление. То есть, по идее, сегодня должны были быть перечисления. Но они были вчера. На день раньше у нас компания сделала перечисление. И получается, в октябре месяце два раза получали доход партнера компании. Потому что первый, да, по итогам прошлого каталога, это было тоже октябрь месяц. И получается, здесь 31 декабря, ой, 31 октября тоже было перечисление. То есть, только в нашем бизнесе, наверное, возможно, два раза в месяц получать доход. ИП с зачислением на расчетный счет в банке. То есть, еще раз напоминаю, личная активность до 22% – это 150 бонусных баллов для начисления дохода. И для получения директорских бонусов – это 200 бонусных баллов, то есть с уровня директора. Вот, ребят, у меня на сегодня все. Какие вопросы есть? Ух ты, как-то вообще все. А, вот. Так, вопросики есть какие-нибудь, ребят? Так, кто-то пишет. Нет вопросов. Молодцы, что зашли, да? Также хочу сказать, что более подробно весь маркетинг-план расписан в плане успеха. Книжки такой, которая приходит всем, кто выходит на уровень 9%. Как только вышли на уровень 9%, со значком приходит такая книжечка «План успеха». Там тоже это все подробно расписано. Можно ее отдельно заказать, да? А также посмотреть записи в нашем сообществе предпринимателей в группе во ВКонтакте. То есть разбирайтесь с этой темой, да? Если вы поймете, если вы увидите цифры, какие суммы, какие вы можете здесь зарабатывать, ребят, вы главное поставьте себе, выбирайте вот эти вот границы в голове, которые вам кажутся нереальными. Если вы не верите, что вы можете зарабатывать миллион, вы его никогда не заработаете. То есть самое первое, да, что вы должны для себя определить, начиная там, да, двигаясь по лестнице успеха, определить, что любая сумма на этом плане успеха, она реальна. И вы ее можете заработать. Не бойтесь, там, бриллиантовый президент и так далее. Кто-то сделал это, кто-то этого достиг, значит, и вы тоже можете. Просто вот это вот моя рекомендация, да, определить, стереть все вот эти вот границы, что, ой, да куда, мне бы только вон там 50 тысяч заработать. Не заработайте тогда. Мыслите шире, мыслите глубоко, позвольте вообще все, пофантазируйте, что у вас миллион, у вас там 2 миллиона, 5, 10 миллионов, куда вы их потратите. Вот прям реально помечтайте, посмотрите, ну и, соответственно, не забывайте планировать тоже. Все, ребят, у меня на сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok